Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко и в данном ролике я хотел бы рассказать о людях, рожденных в год дракона и о том, как они себя будут ощущать в 2020 году, в год металлической крысы. Но для начала давайте определимся, являетесь ли вы истинным драконом, особенно это касается тех, кто родился в январе и феврале. Сейчас пробежимся по годам, когда начинался год дракона. Как известно, по китайскому календарю год у них начинается не 1 января, а в новолуние. То есть абсолютно разные даты. Начну с 40-х годов. Например, люди, рожденные в 1940 году, могут считать себя драконом, если они родились, начиная от 8 февраля 40-го года. Или, например, 1952 год, год дракона. Он стартанул 27 января 52-го года, соответственно. 1964 год дракона. 13 февраля начался. То есть, если вы родились в 64-м году до 13 февраля, то вам скорее лучше перейти на ролик, видеокод кролик. 1976 год. Начался 31 января. 1988 год. Начался 17 февраля 2000 года дракона. Люди могут себя относить к нему, если они родились, начиная с 5 февраля. И 2012 год начинался 23 января. Так что, теперь, зная об этом, можно описать некоторые тенденции 2020 года. Вообще, для дракона это такой взбалмошный год. Я бы сказал, такой горячий, бомбический, если так можно выразиться. Как белка в колесе придется крутиться. То есть, вас будут видеть и слышать все, так же, как и вы всех будете видеть и слышать. То есть, другими словами, дракон попадает в центр. В центр внимания. Это выражается по практически всем фронтам. Например, если рассматривать работу, карьеру, самореализацию, то 2020 год может стать для вас годом стремительного роста. Стремительного. В том числе, это так же. И, скорее, даже и в первую очередь касается финансов. Хотя, финансы здесь, скорее, не стратегические. То есть, здесь начинается закладка ваших финансов. То есть, в один год, в один 2020 год, некоторые драконы, особенно я бы выделил представителей 88-го года рождения, могут стать безумно богатыми людьми. Или очень обеспеченными. Либо подняться на несколько ступеней вверх с точки зрения материальных благ. Конечно же, это касается всех драконов. Но не забываем, что нужно учитывать все-таки личные гороскопы и показатели в личном гороскопе. Но тенденции, которые в исторических циклах указывают на это, говорят о том, что драконы в год крысы чувствуют себя очень неплохо. Это, повторюсь, очень взрывной год. То есть, вас видят и слышат. То, что раньше вы не могли пробить эту стену с какими-то проектами, идеями, в этом году вам удается это сделать. Кстати, часто спрашивают меня про разного рода лотереи, выигрыши, акции. Вот как раз в этом году это также входит в тот финансовый успех, о котором я сказал выше. Это может быть наследство, это может быть очень комфортная сделка с недвижимостью, где вы получаете какую-то маржу. Но вообще очень удачливый год. Он, конечно, не без рисков. Здесь, конечно, трудно рассматривать пристально личную сферу, личную жизнь и вообще вот эти лирические аспекты. Так как за тем грузом ответственности и вниманием в сторону самореализации и выпячивание себя, не побоюсь этого слова, вся лирика и драматургия остается несколько за кулисами. Поэтому вообще в связях, в случайных связях стоит драконам быть более разборчивым, потому что вот среди тех глаз и внимания, которые к драконам будут в этом году нацелены, можно упустить своего человека. Действительно. То есть год пройдет быстро и взбалмошно и в какой-то момент будет казаться, что так теперь будет всегда. Но все-таки следующие 4 года, если смотреть от 21 до 25, драконы несколько пойдут уверенно и стабильно и прогнозируемо. Этот же год, 20-й, вносит хаос. Ну, собственно, год крысы часто вносит хаос. Год крысы и вообще тотем крысы-мыши это очень быстрое, динамичное животное такое, которое любит преподносить сюрпризы. Драконы – это единственный неодушевленный, мифический, скажем так, тотем, который очень по-разному реагирует на разные годы 12-летнего цикла. И если, ну, то, чем я занимаюсь наблюдением, как это происходит за людьми, именно в год крысы, драконы, которые, ну, собственно, шли мерно, щепетильно, как-то ровно, прогнозируемо, в 20-м году становятся какими-то совсем другими людьми. То есть, как будто бы их подменили. То есть, кто-то их подхватывает на руках и несет этой волной в бурю безумных каких-то ощущений авантюр, в хорошем смысле этого слова. Иногда, да, какие-то моменты в 20-м году могут приостанавливать драконов. Абсолютно в разных обстоятельствах это может выражаться. Где-то нужно будет задуматься, остепениться, немножко подумать, сделать какой-то, составить точнее, какой-то план действий. Но это будут очень короткие эпизоды, так как дракона будет крутить по всей спирали 2020 года. Надо сказать, что следующий год БК начнется 12 февраля 2021 года. Соответственно, сейчас я рассматриваю годовой цикл с 25 января 2020 года по 12 февраля 2021 года. Поэтому в этом смысле следующий какой-то вектор изменений можно будет рассматривать уже с февраля 2021. Дело в том, что драконы в этом году делают некоторую закладку фундамента с точки зрения финансов. То есть, даже если вы как-то не очень богато жили, скажем так, предыдущий, допустим, семилетний цикл, то как раз 2020 год дает вам возможности, ну, если не озолотиться, то как минимум понять то, за счет чего последующие 7 лет вы будете чувствовать себя вполне комфортно с точки зрения материального, то есть финансов. Будут моменты, когда в 2020 году необходимо будет вести какой-то жесткий режим экономии, чем-то, где-то, чем-то поступиться, где-то остановиться. Кстати, при нахождении новых друзей, связей, контактов, через перемещение, через новые коллективы, также очень многие, как вы заметите, уже даже к концу календарного года выпадут из поля зрения вашего друзья, знакомые касательно личной жизни, то есть какие-то перипетии. Этот год, конечно, не про личную сферу, как основной тренд, но, тем не менее, те, кто находится в союзе, драконы, в этом году могут несколько потерять интерес, что ли, к своей личной жизни или начнется подготовка к пересмотру своей личной жизни в плюс или в минус, но это, скорее всего, будет уже выявлено в практическом пространстве 21-го года, нежели в 20-м. В 20-м, повторюсь, будет совсем не до этого, совсем не до этого. Здесь хотелось бы выделить еще по годам. например, люди, рожденные 64-го года, драконы, естественно, начиная с 13-го февраля 64-го года, вот этих людей может ожидать масса интересных новшеств. Это касается переездов, это изменение страны, города, проживания, квартиры, дома, недвижимости, то есть, как будто бы на новом месте они начинают обустраивать свой будущий социальный и финансовый вектор. А вот, например, люди, рожденные в 76-м году, могут почувствовать некоторую тревогу из-за неизвестности в будущем, после, казалось бы, таких стабильных лет. Но это не значит, что будет настолько все ужасно, скорее, это больше интуитивные предпосылки для действительно будущих изменений, но, как известно, любые изменения ведут человека скорее вверх, чем вниз. Но, конечно, исходя от каждой своей психологической установки характера не понимают этого сразу. Или, например, люди, рожденные в 88-м году, это люди, заходящие в финансы, в мощные финансы, в очень мощный финансовый фундамент, как минимум на 7-летний цикл будет закладываться в 2020-м году. А, например, люди, рожденные в 2000-м году, кому в этом году исполнится 20 лет. У них очень ярко будет выражен творческого потенциала, то есть, раскроют какие-то свои таланты, захочут куда-то пойти учиться, или перейти с одного факультета, например, на другой, или начать работать где-то, то есть, год такого вдохновения. Ну, собственно, по общим чертам, наверное, так. Благодарю вас за внимание, Дмитрий Шимко. Если вам этого показалось мало и интересно, обращайтесь за личной консультацией, буду рад вам помочь. В описании к этому видео есть все мои контакты. Удачи в 2020-м году. Пока.